Знаете, чем отличается опытный воркаутер от новичка? Вовсе не объемом мышцы и не теми элементами, которые он способен выполнить. Он отличается своим подходом к организации тренировочного процесса. В отличие от новичков, которые могут прибежать на площадку и сразу начать делать сложные вещи, ни один опытный спортсмен не начнет свою тренировку без разминки, а в конце обязательно сделает заминку. Именно об этих двух моментах мы и поговорим в сегодняшнем видео. С вами Антон Кучумов, канал Воркаут Виндос Городских Улиц. Погнали! Начнем с разминки, потому что это главная часть тренировки. И если вдруг у вас мало времени, то лучше сделать только разминку и вообще не делать основную часть, чем сделать основную часть без разминки. Потому что вероятность получить травму во втором случае намного-намного выше. Зачем вообще делать разминку? Главная причина заключается в том, что разминка подготавливает ваш организм к предстоящей тренировке. И делает она это на нескольких уровнях. Во-первых, она разогревает вашу сердечно-сосудистую систему и переводит организм в активный режим. Во-вторых, она накачивает кровью мышцы, связки, обеспечит им питание, повышает температуру, а значит снижает вероятность получения травмы при нагрузке. В-третьих, она настраивает ваши мысли на тренировку. Если вы пришли немного расхлябанным таким на площадку, то после разминки вы становитесь собранным и готовы выкладываться по полной. И самый последний момент, разминка позволяет диагностировать возможные проблемы или ограничения, о которых ты, может быть, и не знал, когда еще шел на площадку. В этот момент очень важно прислушаться к своему организму, потому что сейчас еще никакой нагрузки нет, легкие движения осуществляются. Если уже на них ты чувствуешь дискомфорт, то не стоит продолжать. Может быть, сегодня такой день, может быть, у тебя возникла травма после предыдущей тренировки, о которой ты еще не знал. В любом случае, разминка позволяет тебе получить всю эту информацию, которая может быть очень полезна. И здесь ее можно сравнить со сценами из научно-фантастических фильмов, если ты их смотришь и любишь так же, как и я. В любом фильме про космос есть момент, когда главные герои сидят в корабле, они уже притягнулись и готовы отправиться в путь, но перед этим занимаются проверкой всех систем. Аполлон-13, проверка. Начинаем. Готов на систему к старту. Носитель. Готов. Тарапорная ракета. Готов. Динамика. Мы готовы. Контроль. Готов. Врач. Готов. Экология. Да, готов. Наведение. Готовы. Наведение. Пусковая установка. Готов. Связь. Готов. Модуль. Готов. Процессор. Готов. Сеть. Готов. Защита. Готов. Диспетчер. Я готов. Они проверяют все эти моменты для того, чтобы убедиться, что путешествие грядущее пройдет нормально. А если вдруг они диагностируют какую-то проблему, то они смогут ее исправить еще на земле, когда у них есть для этого все возможности. А не когда они будут нести сквозь пространство и время на бешеной скорости, и любая неполадка или ошибка может стать критичной. Точно такую же роль и играет разминка для вашего организма. Она позволяет провести диагностику всех систем и понять, что вы готовы к полноценной тренировке. Одним из главных принципов разминки является то, что она должна быть целевой. Что это значит? Если вы планируете провести тренировку на турниках и брусьях, делать много отжиманий, подтягиваний, то очень важно убедиться, что ваши руки, плечи, локти, запястья готовы к этой нагрузке, размяты, наполнены кровью и все в таком духе. При этом, конечно, вы можете перед такой тренировкой поприседать, побегать, попрыгать, но все эти упражнения будут не целевыми, потому что они абсолютно никак не готовят ваш организм к подтягиваниям и отжиманиям. То же самое верно и в обратном ключе. Если вы планируете провести беговую тренировку или тренировку ног, то махи руками, вращание и тому подобное – это, конечно, неплохо. Но в первую очередь вы должны убедиться, что вы достаточно хорошо разогрели именно мышцы и связки ног. Многие интересуются вопросом о том, какова должна быть продолжительность разминки и как понять, что организм готов к тренировке. Здесь, как и всегда, нет одного единственного правильного ответа. Зато есть определенные факторы, на которые вы можете ориентироваться. Во-первых, это частота сердечных сокращений и ваш пульс. Он должен повыситься по сравнению с состоянием покоя ну, в полтора, примерно два раза. То есть, если в состоянии покоя у вас 60 ударов в минуту, то состояние тренировки будет 90-120 ударов в минуту. Вторым неплохим показателем является появление капелек пота на лбу, которое свидетельствует именно о том, что ваш организм разогрелся. Естественно, влияют условия окружающей среды, то есть летом в жару вы гораздо быстрее начнете потеть, чем зимой на холоде. Но при этом нужно учитывать, что летом вам и разминаться. Для того, чтобы разогреться, требуется гораздо меньше времени. Наверное, нет смысла рассказывать обо всех возможностях разминки, потому что их существует огромное множество. Лично я отдаю предпочтение суставной гимнастике, которую наверняка все делали на уроках физкультуры в школе. Но если кто-то забыл, то в описании к видео будет две ссылки на ролики от Макса и Насте, где они демонстрируют этот вариант разминки. Окей, вы размялись, потренировались и после этого готовы закончить тренировку, но тренировка еще на самом деле не закончена. После того, как вы сделали последнее повторение в последнем подходе или круге, обязательно нужно сделать заминку. Возможно, некоторые из вас слышат слово заминка в первый раз, поэтому необходимо пояснить, что по сути то же самое, что и разминка, только наоборот. Если разминка подготавливает ваш организм к предстоящей тренировке, то заминка, наоборот, возвращает его из тренировочного состояния в спокойное, способствует снижению частоты сердечных сокращений, понижению пульса, снижению уровня адреналина в крови. И вообще ее главная задача, чтобы переход из активного состояния в спокойное, было плавным, а не резким, чтобы не создавалось дополнительного стресса для организма. Соответственно, отвечая на вопрос о продолжительности и интенсивности заминки, здесь также нельзя дать единого ответа. Вам необходимо отталкиваться от собственных ощущений и следить за тем, чтобы организм постепенно-постепенно успокаивался. Ну а поскольку для многих все равно будет непонятно, что такое заминка и как ее делать, в описании к ролику я размещу еще одну ссылочку, в которой будет продемонстрирована заминка после силовой тренировки. Обязательно посмотрите ее и начните включать этот момент в свой тренировочный режим. На этом все на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забывайте делать разминку перед тренировкой и заминку после. Ну а с вами был Антон, канал Workout Fitness городских улиц. Увидимся в следующих видео. Пока!